Ну что, всем привет, мои дорогие! Рад приветствовать снова на своем канале. Я решил сегодня прогуляться по второй линии. Ну, как по второй? Можно сказать, что это первая. Вот оно, рестораны все, рыбные и так далее. Вон оно, вот же пирс, ну, к морю. Решил пройти здесь, потому что тут какие-то есть заведения, вам тоже показать. Что можно питаться не только на первой линии, но и на полторашной, скажем так. Кафешки, отельчики, простые гостевые дома. Я не знаю, сюда вообще можно заходить или нет. Что здесь? Здесь, наверное, сдаются вот эти дома. Домики вот такие, наверное, сдаются. Было бы интересно узнать, почем. Какие-то гостевые. Ну, состояние подушатанное, но сад красивый, столики есть, мангальные зоны. Интересное место какое-то я забрел. Может, сад какой-то? Там не написано, но что-то все закрыто. Что это? Что это за место? Куда я забрел? Энергия. Я не знаю, что это ресторан или что. Люди здесь арендуют. Давайте вот у мужчин спросим. Оказывается, короче, это база отдыха. Она сейчас не работает. Но я ей, смотри, тут, видите, перевернута. Уборки, ремонт. А летом работает. Это вот эти все домики сдаются, да, получается? Да. О, наверное, туалет. Душ. Цен не знаю, ребят. Найдите в интернете где-нибудь. Называется Энергия. Это прямо сзади рыбной лавки. Пошлите дальше. Я вообще топаю на обед. Время уже третий час. Поэтому... Я еще не леток позавтракал. Я покупал йогурт, свегогурт. Ну и решил с вами прогуляться, заодно показать. Дать фрукты, посмотреть, сколько здесь стоит. Вот, смотрите, тоже мандарины. По 100 рублей. Дешево. Груши, яблоки. Ой, какие апельсины классные. Чурчхела. А по чем чурчхела? По 100, да? Три штуки? Три штуки. По 100, 90 и 120. Это тоже за три штуки? Нет, там 90 и 100. Ага, за одну, да. Тут вот сок выжимают. Кстати, как в Турции. Такая же выжималка гранатовая. А сколько стоит гранатовый сок у вас? В свежевыжатый. Стакан. А, вот такой вот, да? А тут сколько? 300 грамм, наверное, да? Ну да, вот такой большой. 33 миллилитра, наверное. 200 рублей, да? Свежевыжатый. Кто хочет, обязательно приходите. Ну, конечно, не живописные, но, знаете, к морю один шаг. Этот вот отель находится, точнее, эта линия такая же, получается, как я на одну ночь, который морской берег снимал себе. Вот, так же. Только у меня там другой рыбный ресторан был здесь. Другие ресторанчики. Ну, на первой линии тут отелей и нету, знаете. Нет, тут есть какие-то гостевые. Точнее, даже не гостевые, а какой-то такие лакшери. И то они закрыты. Экскурсия. Еще одни. Золотое кольцо обкази. 1900 взрослый. Ну, 100-200 рублей дешевле, чем в других покупать. Джип-туры по 2000. Вот, смотрите. Там же номерочек есть, да? Да, конечно. С этой стороны, вот Людмила, моя супруга. Ага, спасибо. Посмотрите акции и так цените, и зачиняйте, если что. Ну, да. Плюс завтрак включен. А что это за завтрак у вас в Абхазии? На Золотое кольцо? Да. С утра, когда вы границу пересекаете, а в Абхазах, ну, вроде как резин такой. То есть легкий завтрак включает в себя, может, кашка какая-нибудь, может, бутерброд с чаем. А где его в автобусе дают? Нет, там выходят. А, останавливаются, да? Ага. Морская прогулка 1400. Полтора часа, да? Нет. А, морская прогулка 1400. Рыбалочка 1200. Нет, а по времени на сколько? Полтора. Рыбалочка 3 часа. Три часа. Понятно. То есть они сейчас, естественно, с закрытым верхом. Так, это где у нас находится? Гехский водопад. Это в Абхазии? Да, да, да. Так, 1900, да? И что там, только водопад и все? На сегодняшний день 2000 стоит. 1900 плюс бронь. То есть здесь вот сейчас как бы 2200. Ну, за 2000 сейчас и все. Поэтому, я говорю, ценники уточнивать, естественно, мы идем. Угу. И что там входит, получается? Направление такое же, как на золотом конце изначально вы едете. То есть Гагра, Рица, Гагра-Колоннада, каменный мешок, ущелье. И далее вы уходите в бюры, в левую сторону. Там Герский водопад. Весок в 1500, в 1500, в 1500, в 1500. Прямо из стола водопада. Прямо из стола водопада. Ну, пока что одно, да, наверное? Ну, вот то, что с эксплуатацией, да. Вот это вот. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Ну, вот, видите. Я находил, значит, вот около отеля. У Сочи парк-отеля тоже стоят буточки. Там, значит, 250 рублей с человека. Это, типа, дорога. И 1650 еще подъемник отдельно. Итого там, сколько получается? 1900, да? А здесь за полторы отвезут и привезут. Еще куда-то заедут. Вот. И еще подъемник входит в стоимость. Лучший вариант. Когда на островке себе смотрел отель на одну ночь, вот этот вот Кавказ тоже был. Цена в нем сейчас где-то 2500 ночи стоит плюс-минус. Ой, в смысле, самокат. Здесь по этой линии очень много разных отельчиков. И, кстати, неплохие, ну, домашнего такого, знаете, стиля. Например, вот. Внутри, к сожалению, не знаю. Все можно в интернете найти. Ой, на таких штучках мы катались в Турции. Они напрокат, наверное, тоже. Южная Звезда. Тоже какой-то отель, гостевой дом. О, роллы. Давно мы не ели ролл. Давайте посмотрим. Ну да, где же есть, как не в Сочи? Вот чебуреки местные еще не пробовал. Тоже, говорят, вкусные. 1 плюс 1 равняется 3 ролла. Купите 2 ролла и получите 3 в подарок. Бесплатно оформляется самый недорогой ролл из 3. Ну, без наебалу нигде, как говорится. Вок. Форель речная. Меню, меню, меню. А где ролл-то? Паста. Салаты. Чего роллов нет цен? А, ну вот классические роллы. 450 рублей Филадельфия. С угрем 550. Ну, такие, знаете, немаленькие цены. Так, у нас сегодня какое 22 число? Классно. Тепло. Сегодня где-то 18... 17-20 градусов. Смотри, какую штучку увидел. Давайте подойдем. Короче, они как бусы. Видите, из камней сделаны. Классно же. Да, интересный саквуяж такой сделали. Чего тут еще есть? Вот это вот уже по-современнее выглядит. Хотель Vista Mare. Ой, сейчас покажу. Вот видите уже. Ну, сравните вот это каменное и вот это вот, да? Это что-то свеженькое, новенькое. Столовая Меретинка. Еще какая-то столовая. Работает. Патиссон. А-а-а. Мне, кстати, мою по столовой не пройти. Патиссон. Хотель Vista. Бронирование номеров. Но я думаю, тоже не дешевле 2,5 тысяч за ночь. За номер. Будет стоить. Богородск. Конечно, из-за того, что они не очень высокие, виды соответствуют. Допустим, если вот здесь заселиться на самый верх, туда лифт есть на смотровую площадку, то будет видно прям море. Вот оно. Видите, лестница. Вот вы вышли из отеля. А-а-а, я в него заходил. Вот здесь стоит 2,5 тысячи одна ночь. Точно знаю. Богородск-бищ. И вот сюда вы переходите сразу на море. Не знаю, какие там номера, конечно. Но в таком случае можно за 1200 выбрать, вот где я был. В два раза дешевле. Такое же расположение, так же у моря. Такой два раза дешевле. Анна-Мария хорошая тоже. Как она? Это Мария-Анна. А есть Анна-Мария еще у них отель. Здесь тоже на первой линии. Смотрите. красиво ресепшн. Кафе. Пусть я на кафе. Это для отеля подтянет. Цветочный магазин рядышком. Салоны красоты. Маленькие такие. Единственное, что да, видов здесь, конечно, нет. Будет вот плюс-минус на деревья. Либо на какие-то леса такие вот строительные. На первой линии не так много хороших отелей. Ну, в смысле, все в основном гостевые. Либо очень дорогущие будут там какие-то Рейдисоны. Есть вариант еще с бархатными сезонами. Вот там можно будет уже какой-нибудь морской выбрать, если. Там разные корпуса, типа. Тоже отель красивый. Сейчас покажу. Пиано. Фиано. Я не знаю, как это правильно. Красивый, да? Он такой, как коттедж. Ну, скорее всего, это и был коттедж чей-то. Трехэтажный. А его превратили в отель. Видите, цветочки сажают. Такой отельный тип, красивенький. Это задний вид на мой один из любимых здесь ресторанчиков тематической кухни. А вон, например, набережная. Ёлки. Не ёлки, это же это. Пихта, ель, что это? Я не знаю. Ресторан, отель, бар. Рифос. Отель, ресторан. Ну, слушайте, выглядит, конечно, прям бомбезно. Ресторанный. Цены, давайте посмотрим. Чай, домашний хинкали. Три штуки, 410 рублей. Все красиво. Завтраки 290. Корова какая красивая, да? Давайте зайдем, спросим, сколько стоит здесь. Пойдем узнаем, сколько стоит здесь одна ночь. Такой здесь лаунж. Двери еще автоматически открываются. Да и... Смотрите, ресепшн. Большой аквариум. Что-то это крыбок. А, вон они сидят. Пираньи, что ли? Да. Здесь ресторанчик. Сейчас расскажу, сколько стоит. Цена здесь за одну ночь на двоих 5 тысяч. Если ты приезжаешь один, то тоже 5 тысяч. На двоих... Ну, короче, на двоих, естественно, выгоднее. Муж, жена, у них бюджет один, да, по сути. 5 тысяч стоит сейчас. Вне сезона вот в этом отеле. Но он классный. То есть, выглядит так. Некостевой, знаете, дом. Вот по соседству, с которой я вам говорил, Анна Мария. Я думаю, он тоже где-то около 2,5-3 тысяч стоит за одну ночь. Телевизор орет там. Адмирал. Вот он... Они есть все на островке. Кстати. Я знаю, не многим моим интересны зрителям. Посмотреть. Узнать цены. Кто-то просит столовых побольше снимать. А тут вот уже, кстати, проход к моей столовой должен быть. Вот так вот немножко, знаете, вам подснял, показал. Плюс-минус по ценам. Это прямо напоминает вот, можно сказать, первая линия, ребят. Потому что на первой линии здесь рестораны, столовые, магазинчики. А вот спускаешься с пирсу, здесь вот такие вот всякие отели, которые я вам показал, расположены от и до, ребят. От гостевых домов до, я не знаю, пятизвездочных отелей. С теми все включено. Но цены, там, от тысячи и до бесконечности. Это сейчас, не сезон. Когда сезон, естественно, все дороже. Так что спасибо за просмотр. Поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Он же лайк. Подпиской на канал, кто еще не подписан. Комментариям, как вам, так скажем, такой небольшой обзор. Как вам цены? Не в сезон. Вот, приехали бы вы сюда, заехали или нет. Или полетели куда-нибудь за границу за такие деньги. Пишите обязательно. Спасибо.